В течение двух часов длился сход граждан в Кашхабском сельском поселении. В мероприятии приняли участие руководители района Заур Хамирсов, председатель Совета народных депутатов Александр Брянзов, председатель комитета по взаимодействию с органами местного самоуправления Руслан Кидокоев, прокурор района Мурат Хакуй, начальник межмуниципального отдела МВД России Кашхабский Заур Гишев. Глава поселения Хазрет Бурсов выступил с докладом о проделанной работе за 2017 год. В своем выступлении старался охватить все стороны жизнедеятельности сельского поселения, включая демографию, инфраструктуру, социальную сферу, исполнение бюджета, благоустройство. Основным направлением деятельности сельского поселения является на данный период освещение улиц, которые имеются на территории поселения. На территории Кашхабского сельского поселения закончено строительство уличного освещения по улице Мичурина, Тяучевская, Гагарина, от Чапаева до улицы Ленина с общим количеством фонарей 66 штук протяженностью 2,6 км. Заканчивается строительство по улицам Гагарина от улицы Ленина до улицы Омена протяженностью 850 метров, улица Северна от Ленина до Хагауджа протяженностью 240 метров, Первомайская протяженностью 950 метров, прямая от Восточной до Курашинова протяженностью 1000 метров. Эти улицы мы закончим буквально до конца этого месяца. Также в ближайшее время планируется подключение частного сектора, которые хотели себе к счетчикам присоединить фонари. На это у нас уже получено от частного сектора, получили мы заявление, что они хотят подключиться через свой счетчик. Таких у нас тоже 53 человека, 13 мы уже подключили. Осталось у нас 40 светильников, они у нас в наличии есть. Хотелось бы остановиться на благоустройстве озеленения территории. На это вы видите, как заключен контракт на озеленение, стрижку газонов и уход за кумбами и зелеными насаждениями у Кастрова сервиса. Полив зеленых насаждений. Релиз саженцы 80 штук в парке, засеянный газон в общей площади 500 кв. метров. Установлены баннеры. На это все у нас ушло 3 млн 456,1 тысячи рублей. Содержание и ремонт дорог местного значения. На это у нас ушло 1 млн 587 тысяч рублей. За прошедший период 2017 года была произведена планировка с добавлением грави песчаной смеси на следующих улицах. Вокзальная, привокзальная, Ульянова, Чапаева, Загашкова, Кытукова, Лобинская, переулки Ребацкий, Крупский, Короткий. Также было произведено обустройство стоянки возле МФЦ. Материальная помощь главы. В соответствии с решением Совета народных депутатов муниципального образования Кашхабовская сельская поселения о показании одновременно адресной социальной помощи отдельным категориям граждан, администрация за 10 месяцев 2018 года оказала единовременную помощь гражданам поселения в размере 460 тысяч рублей. Это 46 человек. Физикультурный спорт потрачено 57,6 тысяч рублей. Это розыгрыш Кубка главы по футболу, турнир имени Болокова по шахматам, турнир имени Кушкова по бильярду, также турниры по волейболу и баскетболу в день физкультурника. Мне очень приятно сообщить, что благодаря усилиям главы республики Адыгея Кумпилова Мрата Коробевича в ближайшее время завершается строительство голостроя школы борьбы самбо и дзюдо. В декабре 2017 года завершается капитальный ремонт зданий комплексного центра социального обслуживания населения Кашхабовского района. Также хочу сказать, что построены детские и спортивные площадки по улице Промышленная в южной части аула Кашхабы. Тоже в скором времени она будет запущена с помощью депутата Госсовета ХАС в республике Адыгея Капланова Руслана Чубурцева. Также хотелось бы выделить результаты проделанной работы в следующих приоритетных направлениях. Водоснабжение. Как было сказано в прошлых сводах, на основании программы комплексного развития системно-коммунальной инфраструктуры Кашхабовское сельское поселение в 2014-2024 годы разработана схема водоснабжения АО Кашхабы. В настоящее время администрация муниципального образования Кашхабовское сельское поселение вошла в программу устойчивого развития сельских территорий на 2017 год. По водоснабжению АО Кашхабы разработан проект по водоснабжению сельского поселения, который прошел экспертизу. Государственную экспертизу положительно получил и в 2018 году ориентировочно будет продолжена укладка нового водопровода в 18 километрах. В республике действует программа поддержки начинающих ферм, фермеров и развития семейных животноводческих ферм. В 2017 году обладателем грандов с нашего поселения стали два крестьянско-фермерских хозяйств на сумму 3 миллиона рублей. Далее бы хотелось озвучить проблемные вопросы, которые на сегодняшний день пока у нас не решились. Это вопросы увеличения заключения договоров с собственниками домовладения по вывозу твердых коммунальных отходов, являющихся актуальными для нашего сельского поселения. Из имеющихся на территории поселения 1824 домовладения заключили договор 634, что составляет 34%. В мой взгляд, в эффективном проведении схода граждан основным является не только отчет главы поселения о проделанной работе, а также активное участие присутствующих в обсуждении проблем местного назначения. Поэтому я убедительно прошу рассказать о не болевших проблемах, внести свои предложения по решению имеющихся проблем на территории нашего поселения. Я уверен в том, что сообщая общим усилиям, мы сможем их решить. Участковый полномоченный полиции Александр Тараненко отчитался о проведенной работе за текущий год. В истекший период 2017 года в полиции зарегистрировано 167 обращений и заявлений граждан. По каждому заявлению проводилась проверка в рамках действующего законодательства, по окончанию которой принимались соответствующие решения. Подавляющее число обращений возникали вследствие ненадлежащих семейно-бытовых отношений, основной проблемой которых является злоупотребление спиртными напитками. На территории Кашхабельского сельского поселения в истекшем периоде 2017 года зарегистрировано 35 преступлений, из которых 29 преступлений направлено в суд с обвинительным заключением. Нераскрытыми остаются 6 уголовных дел. Участковыми уполномоченными раскрыто 2 преступления. Участковый подробно рассказал о проводимых профилактических мероприятиях, направленных на снижение количества административных правонарушений, также преступлений на территории поселения. Далее главный инспектор налоговой службы Мурат Карданов выступил по вопросу собираемости транспортных земельных налогов и налогов на имущество. Налоги – это неотъемлемая необходимость существования государства. Без налоговой сферы оно бы и не продержалось ни одного дня государства. Практически налоги возвращаются каждому налогоплательщику, но только в виде материальных благ, созданных для общего пользования. Ведь каждый человек хочет, чтобы его дети учились в хороших условиях. Каждый хочет гулять по зеленым скверам и паркам, ездить по новым ровным дорогам, получать бесплатное медицинское обслуживание со современными технологиями. Все это невозможно без денег, поступающих в бюджет в виде налогов. Налоги собираются с целью обеспечения таких государственных институтов, как армия, милиция, суды. Налоги обеспечивают охрану и защиту граждан и всего государства. Налоговые поступления идут на выплату пенсии, заработной платы, стипендии, организацию спортивных мероприятий. Это лишь некоторые направления расходования налоговых поступлений. Однако уже на основании этого можно сделать вывод, что платить налоги необходимо для обеспечения финансовой независимости страны, улучшения жизни граждан и общества в целом, чтобы люди были уверены в завтрашние дни. В Шахабовском и сельском поселении у нас сейчас всего по трем налогам. Это транспортные, земельные и налогные имущества. Текущая задолженность по состоянию на сегодняшнее число составляет 9 миллионов. Поэтому просьба большая. Осталось до 1 декабря, совсем маленький срок, больше двух недель. Поэтому просьба такая, просто заплатить все налоги, именно касающиеся транспортным, земельным и так далее. На сходе с обсуждением доклада головы поселения также выступили председатель общественного совета Адыгахаса Амин Непшукуев и фендиал Локашихабль Амарбит Даутов. Они отметили положительную динамику в работе администрации поселения в целом. В завершении конференции слово взял глава Кашхабльского района Заур Хамирзов. Заур Аскабевич начал свое выступление с напоминания жителям о необходимости своевременной оплаты коммунальных услуг. Этот вопрос очень серьезно стоит в Кашхабльском поселении, подчеркнул глава. Что касается благоустройства, Заур Хамирзов отметил, что одними силами поселения невозможно навести порядок. Население должно принимать активное участие во всех проводимых администраций в чистых четвергах и субботниках, а также потребовал усилить работу административных комиссий по составлению протоколов. В конце своего выступления Заур Аскабевич призвал жителей более активно принимать участие в программах Министерства сельского хозяйства по предоставлению грантов. После чего замглавы поселения Рамазан Мамхегов зачитал проект решения конференции, которые впоследствии все приняли единогласно. Завершился сход приятным моментом – награждением победителей конкурсов «Дом образцового содержания» и «Лучшее подсобное хозяйство». Победителем конкурса «Дом образцового содержания» признан Магомед Хусейнов. В текущем году по итогам конкурса звания «Дом образцового содержания» присваивается домовладению, расположенному по адресу аулка «Шикабль», улица Привокзальная, 27, собственник Хусейнов Магомед Мусович. В целях восстановления активности сельского населения по возрождению плодовощеводчества и животноводчества как один из основных источников пополнения семейного бюджета решением Совета народных депутатов Хашкабльского сельского поселения от 2 ноября 2017 года утверждено положение о конкурсе названия «Лучшее личное подсобное хозяйство». Решением комиссии победителям конкурса «Лучшее личное подсобное хозяйство» признаны хозяйства Абрика Тлинова и Базета Казарова. У каждой номинации вручается почетная грамота главы администрации Кашкабльского сельского поселения Борса «Газета Казировича» и денежное вознаграждение в размере 5000 рублей. Так как сход граждан – это традиционная форма воли изъявления граждан, присутствующие могли задать руководство района и поселения волнующие их вопросы.